Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск черного списка, и сегодня у нас будет очень интересный выпуск, особенно для девчонок, а у меня девчонок больше всех на канале, люблю вас, мои бубочки. Сегодня будем проверять услуги по уходу за волосами. Да, то есть можно вызвать себе мастера на дом, но что это за мастера, как они могут обмануть, будем узнавать прямо сейчас. А если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать меня и стать спонсором моего канала по ссылке в описании, либо по QR-кодику, который будет у вас на экране. Ну что, мы начинаем. Индустрия парикмахерских услуг развивается так стремительно, что специалисты готовы приехать к вам домой и сделать не только банальную стрижку, но и провести более сложные салонные процедуры. Но возникает вопрос, насколько это качественно и безопасно. Сегодня я проверю, не рискуете ли вы остаться без волос, и самое главное, не рискуете ли вы своим здоровьем, приглашая таких умельцев к себе домой. Сегодня черный список проверит услуги по уходу за волосами в трех ценовых сегментах. Дешевым, биоревитализация, среднем, цветное окрашивание, дорогой, ботокс для волос. Что ж, мы начинаем подбор персонала для этого ухода и начинаем мы с недорогого сегмента. Что, по лучшему рассмотрению, что? У нашего агента небольшая проблема со здоровьем. Его начинают покидать волосы. Эту проблемку может решить биоревитализация. Попробуем найти подходящего специалиста. На сайте по подбору персонала я обнаружил анкету Татьяны Геннадьевны Соловьевны. Хрена себе, так слушайте, если посмотреть по отзывам, прям 218, оценка 4,9. Я думаю, тут должно быть все очень хорошо. 218 отзывов. Господи, сколько же людей она уколола. Очень хороший рейтинг, мне кажется, надо писать. Важный аспект, который она указала в сообщении, все санитарные нормы соблюдены. А, типа, все должно быть чистенько прям, да? Никто Татьяна за язык не тянул. Мы за этим уроком... Ну, оценка хорошая, и отзывов дохрена. Что ж, стоимость услуг составляет 5500 рублей. Что ж, неплохо, давайте позовем ее домой. Помогать Дмитрию оценивать специалистов будет врач-терматолог Ольга Михеева. Что ж, специалист уже практически на пороге. Что же, Ольга, он будет делать с нашим агентом? Что-то страшное. Ну, это не так уж и страшно. Всего лишь порядка 200 уколов в голову. Это биоревитализация для волос и кожи головы. Она простимулирует рост волос, углажнит кожу головы. Но надо понимать, что это курсовая процедура. И одна процедура мало что даст. Господи, ну какие жертвы. Один раз это неэффективно, да? Встречает специалиста наш тайный агент Ярослава. Просто я ждел себе пересадку волос. Ну, это, конечно, не та хрень, но, бля. Там, конечно, анестезия была. 8 часов это все длилось. Ну, это такое, типа. Особенно вот самое неприятное, это вот именно накалывание анестезии. То есть оно все нахрен... Прикиньте, укол в голову. Ну, такое, блин. Но, я согласен, согласитесь. Результат прям по сравнению с тем, что было. Как-то раньше не так обращал внимания. А вот когда сравниваю, особенно по обзору можно видеть то, что было и то, что сейчас. Ну, мне нравится. Вот правда, я вот смотрю, вот намного лучше, чем было ранее. Которая ради красоты готова на биоревитализацию. Здрасте. Проходите. Какой ваш кармид-бомб? Я выключаю. Вот в той комнате пойдемте. Дорогие телезрители, пожалуйста, вот сейчас посмотрите на нашу локацию. Огромное количество мусора, пыли, грязи и так далее. Вот, расскажите, Ольга, насколько можно проводить подобные процедуры в такой локации? С учетом того, что все-таки игла... Ну, она же головой лежит не на том столе. Ну, давайте так, я согласен. Ну, блин, ну... Как по мне, это чересчур немножко придираемся. Хотя, посмотрю, что она этими руками будет делать. Но ты сидишь. Ну, да, немного срач есть. Но она же иглой это потом не по полу не поелозила и начинает тебе голову накалывать. Проникает под кожу. Специалист, скорее всего, откажется выполнять, либо сделает себе комфортное, чистое место и начнет работать. Да не откажется. Сейчас посмотрим, согласится ли специалист с мнением... Ну, вот так посмотреть со стороны, но я не сказала бы, что прям сильный срач. Ну, вот прям такой срач, что аж, ну, все невозможно. Ну, да. Нашего эксперта. Там сто немного засрали. Вот посмотрите. Нет, я имею в виду, что на это кресло могу сесть могу. Есть разница. Главное, что... Дальше, вот, отлично. Ее абсолютно не смучает все, что происходит в комнате. Ну, у меня пока не парит ничего. Наделать перчаточки. Должна ли она помыть ручники? Ну, по-хорошему хотя бы использовать спрей. Сейчас давайте посмотрим. Ни мытья рук, ни спрея мы не наблюдаем. Все препараты отправляются на не совсем стерильное кресло. Ну, в этом плане, да. Может быть, специалист соберет перед процедурой анамнез? Хотя вообще странно то, что она, блин, не пошла, не помыла руки. Вообще по перчаткам было даже непонятно, откуда она их вообще достала и так далее. Ольга, подскажите, пожалуйста, какая последовательность действий должна быть у этого специалиста? Что, в первую очередь, он должен спросить? Прежде всего, уточнить в нашей деятельности... Есть ли аллергия? ...беременная ли она? Да, это является 100%... Поздравить, если... Поздравить, отказаться от полной процедуры в данном случае. Но есть ли у нее маленький ребенок, то есть период трактации, кормления ребенка. Наличие заболеваний... Вообще, когда беременна, там вообще практически ничего нельзя, знаю. Есть ли у нее аллергические реакции, это очень важно. И, соответственно, прежде всего, объяснить человеку, что это курсовая процедура, а не одноразовая. Спросит ли специалист Татьяна нашего агента обо всем вышесказанном? 30 секунд, 30 секунд прошло, как она зашла в квартиру. Ни анамнеза, ни каких вопросов про аллергии, про болезни и так далее. Она сразу же начала набирать препарат на фолошприц. Вы платите деньги, я калю, да? Пора оценить уровень подготовки. Интересно, есть ли у Татьяны с собой стерильные инструменты и расходники? У врача именно. Не должны быть какие-то расчески, либо шпатали, чем отделять проборчики. И, соответственно, чем дезинфицировать кожу головы. Это очень важно, да. Я помню, мне когда пересадку волос делали, там вообще, и то ли йод то был, то ли что. Вообще побрили меня к чертям на лысо. Потом вообще бритвой наголо добрили. Ну, кто смотрел, мне когда вот у Снежки на канале, кому интересно, у нее есть видео по пересадке волос. Там вот прям вся процедура, как мне это все делали. Вот у нее детально это все показывается. Там, вы шо, там стерильность такая была, чтобы это все сделать. Не дай бог занести что-то в голову. Просто не трогай это кресло. Какой ужас. Ну да. И потом этими руками в голову, а там же раны по факту. Друзья, это самое грязное кресло, которое я в жизни своей видел. Мы его достали из какого-то гаража. И сейчас она своими стерильными перчатками помогает нашему агенту его настроить. Давайте так, шутки-шутки, но я искренне надеюсь, что наш специалист не будет трогать этими грязными перчатками в голову агента. Будет. Так все. То есть она даже не обработала кожу головы. У нее тампон в руках. Не знаю, для чего он кровь вытирается. Начинает колоть, не обрабатывая кожу головой. Не, ну это жесть. Я согласен. У вас есть, детки? Пока нету. Самое время применить нашу следующую ловушку. Прямо сейчас агент скажет, что она беременна. У вас есть, детки? Пока нету. Будет. Или не хочет? Не хочет. Да я уже беременна. В данном случае что должен сделать специалист? Остановиться. Но специалист должен прекратить выполнять процедуру, поскольку беременность с лактацией является противопоказанием. К чему это может привести? Аллергические реакции могут быть более жесткими, чем в обычное время. А ее-то не останавливают. Никто из специалистов в проекте «Черный список» еще не отказывался от проведения процедуры при упоминании медицинских противопоказаний. Может быть, Татьяна станет первой, кто остановит свою работу? Ты, Боже, серьезно? Сейчас? Скоро? 12 недель. Я тебя поздравляю. Даже лаковой. Нет, чтобы сказать, ой, стой, подожди. Ты что, одну дозу сделаю тебе бесплатно. Стоп, стоп, стоп. Она просто ее поздравила сейчас. Да. Какая рыбонька. Татьяна, вы что? Вы все-таки специалист, который оказывает эту услугу. Вы должны знать такие элементарные вещи. Следующая проверка для Татьяны на чисто плотность. Что ж, наш агент сейчас набирает специалистов и посмотрим, ответит она на телефон или нет. Самое главное, возьмет ли она его своими руками. Да, ответит она. Ответит, возьмет руками. Вон. Опа, вот. Печетки, я не знаю, для чего здесь нужны. Помой руки, пожалуйста. Ни в то ничего. Я думаю, что здесь... Знаете, это такое чувство, что перчатки, это как... Это, знаете, как маску, только коронавирус стал носить вот-вот-вот, когда, типа, нос когда не закрыт. Ну, типа, она как бы висит, но функции свои по факту практически не выполняет. Вот так же самое и здесь. То есть, эти перчатки одела, ну, блин, ну, ладно, ты там сам за свое здоровье отвечаешь. Ну, здесь, ну... Комментарии излишние. Абсолютно все понимают, что наш телефон – это место, где микробы водят хороводы, настолько их-то много. И трогать его во время процедуры стерильными перчатками точно нельзя. А потом продолжать делать инъекции. Вот какая балладинка. Ну, а стерильный... Я вроде согласен, что она, как бы, этими перчатками вроде бы сам шприц и не трогает. Как бы, теоретически сказать, что заносит тебя на инфекцию сложно. Как бы, вроде бы, контакт происходит а-ля шприц, голова и все. Но с другой стороны, как-то да, ну... Чего-то так здесь речь не идет? Давайте запишем это в минус. Сейчас проверим, знает ли Татьяна тонкости своей работы. Наша следующая проверка на компетентность. А шоу, кольчики эти вообще не болезненные особо или что? Я сейчас наберу нашему агенту и скажу, что освободилось место на окрашивание буквально через час. В данном случае специалист же должна четко объяснить, что это запрещено после подобной процедуры. Ну, специалист должен сказать, что однозначно сегодня она не должна выполнять окрашивание. Конечно, это вы что? Это должна, потому что было нарушение целостности кожи. Алло, алло. Да. Привет, привет. Нет, слушай, ты же на окрашивание хотела записаться буквально через час, полтора. Заскучишь? А нельзя, мне сейчас процедуру делают. Косметолог говорит, что нельзя сегодня. Ладно, давай. Собралась. Ты решила сегодня все, да, сделать? Да. Мне кажется, надо открыть плюс и записать то, что все-таки косметолог запретил нашему агенту делать окрашивание после данной процедуры. Это плюс. Вообще окрашивание такая штука очень... Вообще неожиданно, почему так быстро? А? А я не знаю, почему ты взяла, что это будет долго. Процедура окончена. Пора раскрыть себя и познакомиться с Татьяной при камерах. Тук-тук-тук. Войдите. А тут находится специалист Татьяна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Масленников. Телеканал «Пятница», черный список. Если вы знаете такой проект, а если не знаете, надо узнать. По-настоящему все это время мы наблюдали за вами из-за вашей работы. Выделили плюсы и минусы. Это наш агент. Спасибо, что вы выполнили свою работу замечательно. Хочется дать комментарии. Вы готовы послушать? Во-первых, вы запретили делать нашему агенту окрашивание. За это вам большой респект. А теперь держи подачу, да? Вот тут плюсы закончились. Да. Хочется дать вам отдельные комментарии, потому что вы занимаетесь очень важным делом. Ну, видишь, что там любят по лицу делать глупы. Которое так или иначе может повлиять на здоровье человека. Скулы. Во-первых, никакого анамыза не было. Вы приходите, буквально 30 секундочек прошло, и вы уже набираете инъекцию в шприц. Что вы должны были спросить вообще у своего клиента? Аллергии. По поводу беременности, в первую очередь. А, еще таки она потом знает. По технологии. О, еще. Но просто так, как это является гиалуронного кислота чистого происхождения, без привесей. Поэтому. А что-то еще вы должны спросить? Это буквально инфекционное. Где? Где все это было? Ну и плюс вы должны были спросить про аллергии. Это просто гиалурон какой-то, да? Это просто я имею в виду. Или там я так сказала. Я имею в виду препарат, который не может быть на чистом гиалуронной кислоте, не может быть аллергической реакции. Абсолютно нет. Вы, как человек с медицинским образованием, надеюсь, должны понимать, что абсолютно любой препарат, в том числе на гиалуронную кислоту, аллергическая реакция может быть. Не зря в инструкции каждого препарата написано индивидуальная непереносимость. Что это означает? Аллергические реакции. Важный аспект, на который я всегда обращаю внимание, это гигиена. Скажите, пожалуйста, вот анализовые перчатки. Как там мимо? Вы их обрабатывали? Нет. Я просто два сутки надела. Можете ли вы этими перчатками что-то трогать? Нет. По поводу телефона? Телефон. Стул. Кресло, да. Вы помогали настраивать стул этими же перчатками и буквально через две секунды начали делать инъекции. Это же нехорошо. Да. Отдельная песня про беременность. Я не специалист в этом. Вот наш специалист. Сейчас на такие моменты, что и ботулотоксин нужно кого-то беременностью, мы должны в этом стать. Ботулотоксин при беременности запрещено. А то, что кто-то колет? Мы оставили все карты при своем ребенке. Я дерьмотолог. А врач дерьмотолог? Да, я дерьмотолог. Ну, тогда ваше поведение было крайне странным. Вы же понимаете, что может быть аллергическая реакция? Впоследствии человек должен будет принимать препараты от аллергии. А скажите, разве это будет положительное влияние на беременность? Нет. Ну, так о чем тогда речь? Если вдруг пойдет аллергическая реакция какая-то, есть ли у вас какие-то с собой средства, чтобы... Нет. Why? Ну, потому что мне на эти... Я не сталкивалась в своей практике, чтобы на эти у меня были аллергические реакции. И, не дай бог, столкнуться. Но надо быть подготовленным к всему. Смотрите, по правилам проекта «Черный список», если специалист выполняет свою работу замечательно, мы удваиваем его гонорар. Если плохо, если есть минусы, а минусов достаточно, мы замужем его в «Черный список». Вот, Татьяна, как вы думаете, что с вами делать? Если вы считаете, что я только провела свою процедуру... А я, в принципе, так и считаю. Поэтому вот ваш стандартный гонорар. Спасибо. Нет, в любом случае оплачиваем работу, пусть вы подберите. Но специалист Татьяна отправляется в «Черный список» нашего проекта. Ну, заслужено. Верно, заслужено. Косяков много. Приходим к проверку среднего ценового сегмента. Нам необходимо... Врач-дерматолог. ...святое окрашивание. И с этим может справиться только настоящий специалист. И мне кажется... Колорист, да. Мария Николаевна Терентьевна. Ну, тоже 120 отзывов. Прямо 4,8 оценка. Хорошая оценка на сайте по подбору персонала. 120 отзывов. И о себе напишут, что делает. Стрижки, химзавивки, биозавивки, долговременные укладки, любое окрашивание, мелирование, тонирование, колорирование, косы, прически, ламинирование волос, укладки. Давайте напишем и позовем этого мастера к себе дома. В переписке с Марией мы договариваемся о встрече и о цене. Цветное окрашивание обойдется нам в 5500 рублей. Как-то еще не сильно прям дорого. На этот раз помогать Дмитрию будет топ-стилист с 5-летним стажем Тони Мчедлидзе. А роль клиента сыграет наш тайный агент Тарья. Мне вообще кажется, покрасить женскую голову, это не дешево стоит. Ну, если качественно. Вот я однажды красил голову себе, но у меня, помню, даже лергия пошла на краску. Типа вот, тоже особенности такие вот. Но, блин, цена для моей головы была тоже не маленькая. А женская, то еще 100% больше. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А, вот здесь вот. Помыла руки. Ну, уже хорошо. Очень приятно. Первая проверка для мастера Марии на внимательность. Если вы будете внимательны, то заметьте, что на полу, на кухне, находится специальная навушка от черного списка. Это ковер, который, по сути, во время подобной процедуры может быть поврежден. Додумается ли специалист его убрать или нет. А, и, наверное, она случайно потом якобы испачкает. Так, 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 так. Молодец. Коврик? Молодец. Убирает, убирает, убирает. Молодец. Прямо сейчас наш агент обсудит с мастером детали окрашивания. А цвет? И вот примерно, чтобы не от краевой, от самой, а вот сантиметрик отступить. Ну, чтобы волосы, понимаете, да, чтобы я, когда, например, волосы буду забирать, чтобы, ну, вот это вот не было вот здесь. Да, чтобы прямо от корней не было. Совсем скоро мы выясним, будет ли специалист Мария работать по ТЗ. А пока проверим ее профессиональные навыки. Тони, подскажи, пожалуйста, какая схематика действий при цветном окрашивании? Что она должна спросить, какие вопросы задать? Цветном окрашивании. Она у нее должна узнать несколько моментов. Во-первых, делала ли она что-то подобное. Во-вторых, она должна узнать, есть ли у нее какие-то аллергические реакции. И только после этого она уже должна будет приступать к работе. Что ж, Мария, я искренне надеюсь в том, что все эти вопросы будут заданы нашему агенту. Потом все окей стало, ну. Кажется, никаких вопросов не будет. Нашего агента уже готовят к процедуре. Меня напрягает один момент. Наш агент уже в пенюаре, на стуле, приготовленный к окрашиванию. Но до сих пор специалист не задал ни единого вопроса про аллергию. На самом деле это важный момент, потому что если у клиента начнется аллергическая реакция, то последствия могут быть довольно-довольно нехорошими, скажем, мягко. Голова будет болеть. Перед началом окрашивания должен сделать тест на аллергию, составом, который будет наносить. Это просто на кожу мажется? Будем надеяться, что Мария сделает тест на аллергию нашему агенту. Девчонки, скажите, как узнается он тест? Вот у меня тоже было. То есть, как вам на кожу надо накрасить краску и посмотреть, какой будет эффект? Теста на аллергию, похоже, тоже не будет. Мастер начинает наносить какой-то состав. Это значит, что пора оценить качество средств, которые специалист принес с собой. Я думаю, надо пытаться обесцветить волосы. Сейчас наш агент прислал фотографию средства, которые находятся на столе у специалистов. Прокомментируй, что это такое. Это осветляющий порошок профессионального бренда. Довольно неплохого качества. Жюля, обесцветивает волосы. Ченшари тоже. Получается, может занести в плюсы то, что человек подготовился. Принес с собой все необходимое для данной процедуры. Да. Перед тем, как приступить к окрашиванию, мастер начинает обесцвечивать волосы. Сейчас проверим, будет ли Мария работать по ТЗ. Мы с нашим агентом обсудили, что нужно будет как раз-таки ту часть волос, которую сейчас уже окрашивает мастер. Оставить не тронутой. Не от краевой, от самой, а вот сантиметрик отступить. Стоп, она же объяснила ей, что она делает. Огромный минус. Что ж? Огромнейший минус. В данном случае специалист проигнорировал просьбу своего... Либо она не поняла, что она хотела. Обесцвечивающий состав уже нанесен на волосы агента. Наша следующая очень важная проверка на соблюдении четкого тайминга. Кусок и все. Время работы осветляющего продукта 50 минут. По истечении этого времени он перестает обесцвечивать волосы, но продолжает пагубно на них воздействовать, сушить их и делать более ломкими. Соответственно, если присидеть, результат не станет лучше, он станет только хуже. А не додержишь, тоже хреново будет. Мне кажется, просто сидеть и 50 минут наблюдать за тем, как они общаются, абсолютно бессмысленно. Поэтому прямо сейчас мы вводим небольшой, малюсенький, отвлекающий маневр от черного списка. Буквально через пару мгновений у нас в квартире наступит праздник. Наша специалистовая группа залетает в квартиру и начинает поздравлять нашего агента с выдуманным день рождением. В данном случае мы хотим посмотреть, вспомнит ли в этом балагане наш мастер про время. А она время записала? Очень хотелось бы, чтобы вспомнить. Ну, вроде бы, следит за временем. Вспомнит, то волосы могут пострадать. Ура! 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 Остается ровно 10 минут до того, как средство начнет причинять вред волосам нашего агента. Честно говоря, наш мастер потерялась. Я бы тоже потерялся. Ну, я думаю, что она время, пока ее держит, следит за ним. Но осталось до конца процедуры 5 минут. Вспомнит ли она о том, что клиенту надо смыть волосы? Очень бы хотелось. Очень сильно. А тем временем тосты в коридоре продолжаются. Они, вот, просто исполняются все твои мечты, любви тебе, и все будет прекрасно. Мы тебя очень любим. Ура! Она в полном шоке. Я не понимаю, что меня здесь радует. То, что мастер продолжает делать работы, не обращая никакого внимания на все это, либо то, что сейчас обнимаются и целуются люди, которые друг друга даже не знают. Актерская игра. Я очень рада, что вы у меня есть. Слова. Слова. Время. Тик-так. Тик-так. С паяном. Пока гости танцуют, проходят еще несколько минут. Неужели специалист Мария продолжит на это смотреть? Вид на кону волосы нашего агента. Секундомер. Давайте дадим ей еще две минуты, потому что у нас такое испытание. Ну вот видите, она за временем следит. О, молодец, пошла. Все, идет, идет, идет. Умничка. Слова нужно? Нам нужно. Молодец, молодец. Молодец. Молодец, плюс. Я не ожидал, я не ожидал, что она прервет это все. Она молодец. Все, огромный плюс. Тута. После веселой и шумной паузы мастер возобновляет работу. Мария смывает средства с волос агента, сушит волосы и наносит краску. Сейчас я нанесу 20 минут, посидим, посидим, посидим. Значит, за временем она следила. Что ж, процедура закончена. Наконец-то. Мы получили достаточно неплохой результат. А хоть цвет волос я не вижу. И познакомимся с нашим специалистом. Что получилось просто. Здравствуйте. Меня зовут Дима Сненьков. Телеканал 5. Проект Черный список. Мы все время за вами слить. Хочется сказать, что вы все-таки очень хороший специалист, который выполняет свою работу достаточно на высоком уровне. Помыли руки. Умница. Фарточек надели. Подготовка. Действительно, очень хорошая подготовка. Потому что принесли все с собой. Все необходимые средства принесли. Это же плюс. Огромный. Большой и жирный плюс. По времени все окей. Мы хотели посмотреть, будете ли вы следить за временем, которое очень важно в этой процедуре. Честно, я никак не рассчитывал, что вы прервете наш специально подготовленный праздник. Я предлагаю тебе сейчас оценить результат работы. Тоня, прокомментируй, пожалуйста. В целом работа выполнена хорошо. А, вот что получилось. Есть какие-то минимальные недочеты. Четыре из пяти уверенно и прям однозначные. Есть небольшое расхождение с изначальным запросом. Какое расхождение? Чтобы часть волос, которая растет по краевой, не была окрашена. Чтобы, когда собирается хвост, цветные пряди были чуть спрятаны. Мне все понравилось, все клево, супер. Мария, скажите, пожалуйста, а вот почему вы уточняющий вопрос не задали? Ну, расхождение же есть какое-то? С тем, что вас попросили сделать, и то, что получилось в результате. Прям закрылось. Другой вопрос задам. Смотрите, вы применяете средство, на которое у человека может возникнуть аллергия. А тест на аллергию вы делали? Смотри, вы со мной общаетесь? Я озвучу правила нашего проекта. Если специалист выполняет свою работу идеально, мы удваиваем его гонорар. Если есть очень большие... Ну, как по мне, девчонка хорошая. Я не понимаю, конечно, ну, это народской тип человека. Прям закрылась, и она не грубая. Она культурно там позвала, когда там, извините, пожалуйста, и так далее. По времени все следила. Ну да, тест вот не сделала. Но у меня была аллергия, потому что прям на кожу краска попала. А она как бы кожу головы не трогала. Поэтому отхватить аллергию, когда ты не красишь с корнями, ну, очень сложно. Вот если уже корни задеваешь, а то есть по факту кожу головы, вот я это ощутил на себе как-то однажды. Ой, бляха, муха, как это неприятно. Ну, кто красил волосы, особенно с девчонок, кто-то такую хрень чувствовал. Это триндец какая неприятная хрень. А так вот, ну, я точно бы в черный список не занес. Единственное, я не понимаю, почему она так прям замкнулась. ...недочет. Мы вносим специалиста либо компанию в черный список. В данном случае я смотрю, что ситуация 50 на 50. Да не за что ее заносить в черный список. В данном случае выбор, заносить данного специалиста в черный список или нет, остается за нашим зрителем. Решайте сами. Единственное, я не полк, почему он так закрылась прям, мне не отвечало ничего. Прямо сейчас мы переходим к самому дорогому сегменту в этом выпуске. А так, как по мне, молодец. У меня была детская мечта. Я хотел длинный, шелковистый, блестящий волос, как в рекламе шампуня. Но, к сожалению, длина мне не позволяет. Поэтому эту мечту сегодня осуществит наш агент. И поможет ему в этом процедура готекс для волос. Наткнулся я, значит, на сайт компании Марка Бьюти. Выездной салон красоты. Это тоже уколы типа. Очень красиво. Четко, мощно. Мне кажется, это настоящий футекс для волос. Которые смогут нам помочь. Связались мы с салоном, обозначили фронт работ и нам ответили, что данная услуга будет стоить 8 с половиной тысяч рублей. Я впервые за такой, что слышу, ботекс для волос. Их дотошность к клиенту. Как говорится, бошечки-кошечки. Мастер меня приятно удивляет. Она задает уточняющие вопросы и про аллергии, и про прошлое окрашивание. Мне кажется, к нам приедет специалист высочайшей категории. Вот это и проверим. Ну типа проверять в этом эксперименте нам будет тайный агент Валентина, которая мечтает о гладких и блестящих волосах. Валентина, где твои брови? Как будто сбривая их. Что нас сегодня ждет? Что за процедура? Или выщипала? Сегодня нам обещают замечательный ботекс для волос, который якобы должен сделать волосы прекрасными шелковистыми и в принципе похожими на волосы из рекламы какого-нибудь шампуня. И все должно быть прекрасно, но не факт. Чтобы процедура прошла максимально безопасно, мастер должна задать уточняющие вопросы. Посмотрим, прозвучат ли они от специалиста. Вы вообще что-то либо до этого делали? Мы очень давно делали кератин, несколько лет назад. Она разговаривает с клиентом, узнает дополнительную информацию. Это плюс. Компонентами, которые увлажняют их, соответственно, если мы репушатся, плюс там в составе есть кератинка, соответственно, которая под буй примет, которая, соответственно, сгладит чешуйки, которая закроет волосы, чтобы он не электризовался, чтобы он не пушился и так далее. И единственное, что, но если у вас есть свои волосы, которые растут, они будут торчать немножко. Молодец, все объясняет. в принципе, нравится, как начинается процесс, потому что она контактирует с клиентом, она рассказывает о том, как эта процедура будет производиться и так далее. Вот ты, как эксперт, как оцениваешь ее? Хорошо. Мне, как эксперту, уже хочется выйти и сказать спасибо, как минимум, за то, что она объясняет все, что будет происходить, все, что нужно будет делать после, предупреждает о каких-то нюансах. И это прям очень круто. Так это и располагает даже. Такое отношение реально располагает. Вот конечный этап, которая запоривает, да? Стоп, она с собой средства даже принесла? Еще и даже не по баночкам разлитые. Пойду ее расцелую. Все объясняет, что РДК. Пока смотришь этот выпуск, я за тебя кулачки держу. Пожалуйста, не оступись. Идешь слишком уверенно и слишком хорошо. Я очень хочу удвоить ей генератор. Очень хочу. Интересно, расскажет ли мастер о том, что ботокс для волос будет иметь только временный эффект? Или... Ну, конечно, логично. Это даже если губы колешь, то это тоже будет иметь временный эффект. Там на сколько девчонки там кто делал? На полгода, на год, не знаю. Нет ничего, так постоянно. Временный эффект. Молчит об этом. Эффект длится до трех месяцев, смотря как ухаживаете. Максимально ухаживаем. Без с ульфатными шапунями. Честно, потому что говорит, что это не навсегда, это не какая-то панация и от всего абсолютно. Так что за удивительная ситуация. Впервые за историю проекта «Черный список» у нас плюсы сыпятся один за одним. Ну что, полетчик, окна? Полетчик, по-моему, как хорошо. Мастер Диана моет голову нашему агенту. Сейчас оценим уровень ее подготовки. Насколько хорошо моет. Идет ловушка черного списка, потому что мы подготовили для мастера сломанный пен. Посмотрим, что же она будет делать в данной ситуации. Если у нее пен с собой. Дианчик, у тебя даже фен с собой. Чего у тебя нет? А, фен ее все-таки, да? Молодец. Я сейчас своей легкой рукой записываю одни плюсы. Но по опыту черного списка так все хорошо быть не может. И, скорее всего, все изменится буквально через пару минут. Следующая проверка, пожалуй, самая серьезная. Какая? У разных брендов технология применения и использования продукта может отличаться. Но одно наверняка точно. Ни в одном бренде состав не должен прогреваться и прорабатываться горячим инструментом, в нашем случае, кутюгами на влажные волосы. Это прям сразу нет. Сразу бежим и спасаем. Чем червак это? Ну, волосы могут превратиться в мочалку, например. Сейчас проверим, будет ли Диана соблюдать технологию. А, это насчет полосыровать. Ведь ставка очень высока. В любом случае, я вам не допустим, порча волос нашего агента. И будем сейчас столь невнимательно следить за каждым движением специалиста. Так, это бери фен, пожалуйста, бери фен. Бери фен. Я думаю, она холодный воздух включила. Она делает все абсолютно правильно. Она сушит волосы. После этого Донка приступает к основному моменту. И, соответственно, наш агент останется с волосами. И, возможно, ей даже захочется повторить эту процедуру. Ну, когда же будет, Ленов? Ну, молодец, девчонка. Благодаря Диане, наш агент с удовольствием закрывает глазки и кайфует от процедуры. Что тут еще сказать? Прошло практически два часа. Ого, да процедура такая. Волосы нашего агента преображаются, а плюсы писать не будет. Поэтому я предлагаю прямо сейчас выходить и знакомиться с этим невероятно крупным специалистом. Ну вот, еще и получит двойной отлад. Здравствуйте. Хочется представиться? Меня зовут Дима Масленников, телеканал «Пятница. Черный список». Ну, вижу, волосы хорошо сделают такие, прям ровненькие. Мы наблюдали за вами в течение всей вашей работы, и, честно говоря, мы в полнейшем шоке. Молодец, девчонка. Молодец. Как хорошо вы все делаете. В проекте «Черный список» мы следим за работой специалистов и записываем плюсы и минусы. Минусов нет. Одни плюсы. Хочется выделить, как вы общаетесь с клиентом. У вас с собой есть абсолютно все для проведения этих процедур. Объяснило. Как вы выполняете процедуры, все было филиграммом. В общем, вся страна, кто смотрит телеканал «Пятница», прямо сейчас посмотрите на Диану, посмотрите на эту прекрасную девушку, которая так лучезарно улыбается. Это специалист высочайшей категории, который выполняет всю свою работу изумительно. У нас есть правило проекта. Если специалист выполняет свою работу плохо, мы безжалостно заносим его в «Черный список». Если выполняет хорошо, мы удваиваем его гонорар. Соответственно, была обозначена стоимость. Я вас поздравляю. Диана, спасибо вам большое. Давайте еще поднимаемся. Я люблю обманаться. Мне хорошо, он вижу сзади волосы. Что вам хочется сказать? В нашей стране есть действительно классные профессионалы, которые оказывают вам качество. Более дорогая прическа теперь. Правильно выбирайте. Ну и все. Ну, приятно. Такой в конце хэппи-энд у нас получился. Ну, девчонка реально заслужила. То есть, и объяснила, и подход к клиенту, и типа все делала правильно. Ну, вот как-то так. Сразу же прочитаю ваше мнение, как вам в выпуске, и увидимся уже в новых историях «Черного списка». Всем пока.